Чувашия готовится к отопительному сезону до 15 сентября. Комиссионные проверки должны пройти жилые дома и объекты социальной сферы. О завершении работ уже отчитались 4 района, но есть и отстающие муниципалитеты. Какие проблемы возникают перед коммунальщиками? Этот вопрос обсудили члены правительства республики. В большинстве жилых домов республики завершены работы по опрессовке и промывке труб. Сейчас к зиме активно готовятся поставщики тепла. Отстать от намеченных сроков рискуют коммунальщики «АллатРа» и «Шумерли». Здесь продолжается ремонт котельных. В связи с тем, что МОК «Теплоэнерго» на следующий день находится в состоянии конкурсного производства, в состоянии банкротства, предприятие фактически не может наладить работу. Мы здесь проводим работу с муниципальными органами власти. Соответственно, сами подключились и думаем, что к отопительному сезону полностью будет готов. Готовы котельные. Очевидно, что подготовку к отопительному сезону необходимо ускорять. На следующей неделе ночные температуры могут понизиться до 7 градусов. Ряд муниципалитетов, таких как Козловка, там только-только завершен переход, оформление вот этих котельных. То есть нужно, соответственно, работу и по тарифу провести, и, соответственно, по подготовке, потому что там произошла смена собственника. У нас идет серьезное отставание по тем муниципалитетам, которые я назвал. К этому году, как никогда, я говорю прохладная погода, пожалуйста, вы там следите за разными чрезвычайными происшествиями природного, техногенного характера. Исходя из этого, наша готовность всегда должна быть намного раньше, чем написано. Необходимо урегулировать проблемы с долгами за потребленные газы и электричество. Больше всего вопросов компании и коммунальные технологии. Наибольшая доля задолженности по энергоресурсам приходится на коммунальные технологии, порядка 32%, от всего объема, составляет 1,213,000,000,000 рублей. Активно мы работаем от прокуратуры Чувашской республики, и на сегодняшний день по коммунальной технологии назначена проверка. Руководитель компании подтверждает, что сможет подать тепло, что система теплоснабжения будет готова, что котельные также будут отремонтированы и готовы к запуску. Проблемные вопросы необходимо решить в сжатые сроки. Потому, насколько своевременно поступит тепло в квартиры и социальные объекты, будет оцениваться работа регионального Минстроя и жилищных инспекторов. Мы почувствуем, когда прохладная погода станет, где тепло будет, а где тепла не будет. Оценить мы будем вас тогда. Дмитрий Ковалев и Андрей Спиридонов. Республика.